Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по книге Судей. И сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. Первая тема – «Мадеонитяне угнетают израильтян». Следующая тема – «Господь призывает нового судью Гедеона». И следующая тема – «Гедеон разрушает жертвенник Ваала и ставит жертвенник Господу». И в окончании победа Гедеона над «Мадеонитянами». И мы читаем с первого стиха и ниже, шестая глава. «Сыны Израилевы стали опять делать злое предачами Господа, и предал их Господь в руки Мадеонитян на семь лет». Господь всегда в чьи-то руки предает людей за неверность себе. И всегда мы испытываем какие-то чьи-то влияния каких-то иноземцев, каких-то людей, которые не представляют наши интересы, они защищаются и преследуют только свои интересы. Это всегда наказание Божие. «Тяжела была рука Мадеонитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадеонитян ущелье в горах и пещеры и укрепления». То есть они сделали места, куда можно было убегать во время нападения Мадеонитян. Мадеонитяне известны как те, которые пленили еще Иосифа, сына Иакова. То есть это коварные, жестокие люди. Когда посеет Израиль, придут Мадеонитяне и Амаликитяне, и жители Востока и ходят у них. То есть евреи посеяли, а приходят какие-то инородцы, какие-то жители Востока и ходят у них. Что значит ходят у них? Как хозяева они оберегают этот урожай для себя. «И стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла». А что, разве евреи ели ослов? То есть был такой голод, что даже ослов не оставалось, потому что их могли поедать голодные люди. То есть как саранча эти Мадеонитяне, Амаликитяне и жители Востока. «Ибо они приходили со скотом своим и шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее, и весьма обнищал Израиль от Мадеонитян, и возопили сыны Израилевы Господу». Друзья, вот когда мы чувствуем, что ситуация в стране меняется в худшую сторону, в любой стране, если мы живем в какой-то стране, мы должны попытаться понять, за что Господь нам это посылает. Это значит, какая-то вина есть на нас самих. «И когда вы запили сына Израилева Господу на Мадеонитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым, и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, «Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетающих вас, прогнал их от вас, и дал вам землю их, и сказал вам, я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских в земле, которых вы живете, но вы не послушали глаза моего». Имя пророка здесь не называется, оно и несущественно. Пророк – это только передатчик воли Божией, поэтому его имя, как бы оно не имеет значения, потому что он выполняет свою миссию только в этом действии. А если пророк действует как-то иначе, то есть не только пророчествует, но еще что-то делает для народа Божия, то это называется его имя. А здесь пророк – это и есть, это слово, которое принесено к народу. И далее говорится об призвании Гедеона. «И пришел ангел Господень и сел в офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авизерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачили, чтобы скрыть от мадянитян». То есть пришел ангел Господень и как человек сел в офре под дубом. А Гедеон в это время выколачивает пшеницу в Тачили, чтобы скрыть ее от мадянитян, потому что в таком состоянии ее скрыть будет легче. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Понятно, что если ангел или Бог называет кого-то сильным, имеется в виду не только физическая сила, а прежде всего сила духовная. Гедеон сказал ему, «Господин мой, Адоним, Господин мой». Если Господь, Господь это Адонай, с нами, тут тоже как игра слов, но тут может быть четырехбуквенное имя Бога, Яхве. Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? Почему он так говорит? Потому что ангел его приветствовал словами, «Господь с тобою, муж сильный». А Гедеон возражает, «А где Господь со мною, с нами? Отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадьянитян». То есть понимание Гедеона это было когда-то давно, и было ли это? Это уже выглядело, как какие-то древние предания, сказания. Реальность ужасна, уродлива. Какие-то мадьянитяне, какие-то люди с Востока, амалекитяне, с верблюдами, с шатрами, все отбирают. Господь, возрев на него, сказал, что значит Господь, возрев на него? Ангел никогда не действует сам от себя. Ангел – это и есть поручение от Бога. Он выполняет волю Бога. Ангел – это и есть воля Бога, которая достигает человека. Поэтому здесь возможно имеется в виду, что ангел взглянул на него, но взглянул глазами Бога. Глаза полной сострадания, любви. Ведь ангел принял форму человека. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силою твоею. Чем ты занимаешься? Толочишь зерна? Не для этого дана тебе сила, прежде всего, духовная. Поэтому тут упрек. Иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадеонитян. Я посылаю тебя. Когда человек слышит такие слова от Бога, я посылаю тебя. Человек чувствует в этот момент всю немощь свою, всю неспособность свою. Помните, как Моисей, он чуть ли не начал спорить с Богом. Посмотрите, как ведет себя пророк Иеремия. Он тоже не понимает, как такое может произойти. Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему Господи, как спасу я Израиля. Вот и племя мое имеется в виду колено в колене Монасином самое бедное, а я в доме отца моего младший. И происхождение не такое знатное, и положение в семье. И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь, мадья-нетян, как одного человека. Как одного человека. Гедеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною, не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе. он сказал, я останусь до возвращения твоего. То есть он хочет увидеть знамение, но прежде он хочет принести дар Господу. Это не дар ангелов, это дар Господу. Но он боится, что это видение прекратится, и если он отойдет в сторону, вернется, то ничего уже этого не будет. А может быть, ему это все показалось. Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из эфы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему. Вот в синодальном переводе к нему здесь заглавные буквы, то есть речь идет о Боге, явление которого через ангела, под дуб, то есть он сидит под дубом, ангел и предложил и сказал ему ангел Божий, что значит ангел Божий, ангел не принадлежит сам себе, он всегда Божий, потому что всегда выполняет волю Бога. Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку, то есть надо положить мясо и опресноки на камень, еще вылить на всю эту похлебку. Он так и сделал, ангел Господень простер конец жезла, это жезл пастыря, который пасет овец, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам и вышел огонь из камня и поел мясо с опресноки и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. Знамение состоялось, и теперь Гедеон укрепился в вере, что это был не мираж, что это реально. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка, Господи, он молится Богу, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. Древние считали, что увидеть Бога и остаться живым это практически невозможно. Явление Бога через ангела и все это созерцать это невозможно. И голос Божий, который в этот момент может быть очень настойчивый, такой решительный. Ведь ангел скрылся от глаз Гедеона, а голос этот звучит, возможно, в сердце Гедеона. Мир тебе, шалом, шалом Аллахе, не бойся, не умрешь. И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Ягве Шалом. Ягве шалом это значит Господь мир. Господь мир. А Гедеон на войне, но Бог, который есть мир, спокойствие, радость, вдохновение может остановить все несчастья. И мы читаем, он еще до сего дня в Офре Авьезеровой, о чем здесь идет речь, и устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Ягова Шалом, то есть Ягве Шалом. Он еще до сего дня во Офре Авьезеровой, то есть вот этот жертвенник, на котором огонь небесный прикосновением жезла попалил все. Действие Гедеона, теперь он знает, что Бог на его стороне. А если за твоими плечами Бог, Творец Вселенной, каким же бесстрашным становится человек в этот момент. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник вала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему, явившемуся тебе на вершине скалы сей в порядке и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Оказывается, отец Гедеона – это какой-то духовный коллаборационист, будучи евреем, он поставил вот этот жертвенник ваалу, может быть, из страха, что если этого жертвенника не будет, мадянитяне его погубят. И вот это дерево, священное какое-то дерево, и Гедеон должен все это срубить, уничтожить. Гедеон взял десять человек из рабов своих, то есть это была состоятельная, богатая семья. у Гедеона были уже его собственные рабы в его подчинение, скорее всего, их ему дал отец, чтобы он учился управлять. Гедеон боится, что родственники возмутятся. Домашние отца, его домочадцы, поутру стали жители города, и вот жертвенник ваалов разрушен. Наверное, этот жертвенник в доме отца Гедеона имел общегородское значение. «И дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике, и говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали, и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это». То есть, когда люди искали, расспрашивали, кто-то сказал, тот, кто видел, может быть, один из этих десяти рабов Гедеона, Гедеон, сын Иасов, сделал это, и сказали жители города Иасу, «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник вала, срубил дерево, которое было при нем». Ведь опасность, что весь город за это уничтожат. Иас сказал всем приступившим к нему, «Вам ли вступаться за вала, вам ли защищать его?» Здесь что-то происходит с Иасом, с отцом Гедеоном, с отцом Гедеона. Его вдохновил его сын, может быть, он поставил этот жертвенник по общему настоянию. Этот коллаборационист сбунтовался. Иас сказал всем приступившим к нему, «Вам ли вступаться за вала, вам ли защищать его?» «Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро». Он устал от собственного коллаборационизма, и мы должны устать тоже от собственного коллаборациониста, коллаборационизма, потому что дружба с миром, есть вражда с Богом. «Если он Бог, говорит Иас, то пусть сам вступится за себя, потому что он, то есть Гедеон разрушил его жертвенник, пусть тогда Ваал сам вступится за себя, и стал звать его с того дня Иерваалом, то есть отец как бы переименовал его в Иерваала, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его, и Гедеон для него это Иерваал, то есть тот, кто судится с языческими богами, тот, кто отвергает этику, эстетику идолопоклонников, тот, кто бросает вызов обвинения предателям и коллаборационистам. И что происходит далее? Между тем, все мадионитяне и амаликитяне и жители Востока, вот какие-то жители Востока, непонятно кто, собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Израильской, возможно, до них дошел слух, что разрушено капище Ваала в таком-то месте. «И на Фалимову» и сие пришли навстречу ему. Он сработал как детонатор, взрыв, возмущение верующих. Они устали быть на службе дьявола, коллаборационистами, предателями они не хотят быть. «И сказал Гедеон Богу, если ты спасешь Израиль рукою моею, как говорил ты, то вот я растелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Роса небесная означает небесное благословение. Так и сделалось на другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью, пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал, в ту ночь только на шерсти было сухо, а на всей земле роса. Теперь Гедеон знает, он, который бросил вызов Ваалу, он уже одержал победу, он уже победитель, но только потому, что Бог благословил его на это. Итак, сегодня мы окончили изучение шестой главы книги судей, и в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать с вами седьмую главу этой книги, подписывайтесь на библейский портал локзигет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Берегите себя в это сложное время. Спасибо вас, Господь. подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею! Продолжение следует...